Магия 10 Вера Брежнева и в эфире ваше любимое шоу «Магия 10» на Первом канале. Я приглашаю в студию наших первых участников. Это актеры сериала «Огонь любви» Михаил Химичев и Екатерина Приморская. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня у вас есть все шансы выиграть одну тысячу рублей. Десять тысяч рублей. Сто тысяч рублей. Еще лучше. Один миллион рублей. И наш самый главный приз – десять миллионов рублей. Компанией «Точка роста» был проведен социологический опрос россиян, результаты которого подтверждены документально и являются ответами на вопросы нашей игры. Мы начинаем первый тур, игра в котором ведется на выбывание. Победивший в нем участник продолжает борьбу за десять миллионов рублей. Первый тур, игра в нем ведется на выбывание. Я задаю вам вопросы. Ваша задача – дать на них ответы. Игрок, чья версия будет ближе к правильному ответу, получает один балл. Тот, кто первый набирает три балла, переходит во второй тур. Время на раздумье у вас – десять секунд. Вы готовы? Не уверена. Готовы. Но мы все равно начинаем шоу «Магия десяти», и тема этой игры – экстремальное развлечение. Первый вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что могли бы прыгнуть с парашютом? У вас десять секунд, и время пошло. Главное только долго не думать дергать за кольцо парашюта, имя нет. Давайте узнаем правильный ответ. Срекотин, пятьдесят девять. Вы довольно близко. Срекотин. Екатерина оказалась права. Один ноль. Много смелых у нас в России. Переходим к следующему вопросу. Сколько процентов россиян говорят, что увлекаются катанием на горных лыжах? У вас десять секунд, и время пошло. Давайте узнаем, кто из вас получает еще один балл. Или первый балл. Четырнадцать процентов. Михаил, сейчас были ближе к верному ответу вы. Счет один-один. Следующий вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что им случалось погружаться на морское дно с аквалангом? Десять секунд, и время пошло. Три секунды истекает время. Ответы зафиксированы. Давайте узнаем правильный ответ. Это всего лишь восемь процентов, которым я не принадлежу. Михаил. Интуиция. Два-один. Следующий вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что прыгали с вышки в бассейн? У вас десять секунд, и время пошло. Михаил решил, что это всего лишь шесть процентов? Ну, да. Почему так мало? Ну, потому что мало. С точки в бассейн? Ей! Ну, потому что это очень экстремально. Я прыгал, но я плаванием занимался все детство. Я не занималась, но я прыгала. С пятиметровой вышки, да. В общем, я считаю вот так. Екатерина считает, что это более половины опрошенных россиян. То есть пол России у нас получается. Нет, ну смотря что-то подразумевает. Главное, чтобы в бассейне была вода в этот момент. Да. Когда вы прыгаете, слышишь? Я пойду. Нет, сейчас мы посмотрим, кто из вас оказался ближе к правильному ответу. Все-таки Екатерина оказалась ближе. Чего же вы говорите, я пойду? Не нужно еще никуда идти. Еще неизвестно, кто уйдет. Останется известно после того, как я задам вам следующий вопрос. Сейчас важный вопрос, решающий. 2-2 счет. Вопрос звучит так. Сколько процентов россиян говорят, что считают зимнюю рыбалку экстремальным увлечением? У вас 10 секунд и время пошло. Экстрим. Зафиксированы. Ваш ответ. Давайте узнаем правильный ответ. Вы волнуетесь? Да. Это 43%. Вы угадали. Что-то подсказало мне внутри. Вот, похвастался одним словом. Похвастался. Это заслуживает бурных аплодисментов наших зрителей. Мы вас поздравляем. Екатерина, ну вы не расстраивайтесь. Я рада. И вы ни в коем случае нас не покидаете. Вы всего лишь присаживайтесь на место болельщика. И будете давать нужные советы Михаилу. Она очень умная на самом деле. Мы договорились, мы поделимся. Тысячу рублей мы поделим пополам, все нормально. Ну, борьба была упорная, согласились. Да, да. 2-2 и 3-2. До последнего. Спасибо большое. Извините, что так получилось. Мы хотели вас все-таки здесь оставить, пожалуйста. Да, 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 конечно. Спасибо. До встречи. Спасибо. Михаил, куда вы? Рано? Нет, я здесь хорошо. И вообще, очень рано. Еще даже тысячи рублей не выиграли. Не подумайте, я от вас не спешу уходить. А вот я как раз подумала, что спешите от меня. Неужели я так страшна сегодня? Нет, я на самом деле мечтал так с вами, так рядышком постоять. А можно постоять? Давайте, пускай посмотрит на нас режиссер. Как мы хорошо смотримся в кадре вдвоем. Расскажу лучшим друзьям, как это, каково. Сейчас мы вместе с Михаилом переходим во второй тур шоу «Магия десяти». Это шоу «Магия десяти» на Первом канале. И актер сериала «Огонь любви». Кстати, скажите, как зовут вашего героя? Олег Давыдов. Олег Давыдов в сериале «Огонь любви», но в жизни Михаил Химчев. Абсолютно верно. А как вы относитесь вообще к своему герою? С пониманием, с пониманием. Что-то есть в вас похожее? Безусловно, похожее много, потому что я жив и играю. Единственное, что я в чем завидую, это в выдержке. Просто столько с ним событий происходит в течение дня, что у нормального человека давно бы инсульт случился, а он до сих пор живой. Вот в этом, конечно, можно ему позавидовать. Сегодня у вас будет очень много возможностей понервничать, нервничать, поэтому мы надеемся, что все-таки выдержка у вас присутствует сегодня. Вы находитесь в пяти шагах от самого главного приза. Первая сумма – 1 тысяча рублей. Затем с каждым правильным ответом ваш выигрыш будет увеличиваться в 10 раз. Если вы ответите неправильно, он уменьшится тоже в 10 раз. Вы можете отказаться в любой момент продолжать игру и уйти домой с выигранной суммой. Для ответа на первый вопрос у вас есть интервал в 40 пунктов, на второй – в 30, на третий – в 20, на четвертый – в 10. И если вы решите рискнуть, то дойдете до вопроса на 10 миллионов рублей. Чтобы вам легче было играть, вместе с вами будут отвечать зрители нашей студии. Их ответы увидите на этом экране. Доверять им или нет – дело ваше. Но хоть какой-то ориентир у вас будет. И, конечно же, ваша обаятельная помощница Екатерина будет вам помогать. Екатерина, скажите, пожалуйста, а на съемочной площадке вам приходится давать советы? Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Я в качестве вопроса, я аккуратно даю советы. Не хотите ли вы случайно минароку? Может быть, так будет лучше? И все. Мудро. Советы даю я. А слушать советы любите? Да, если не по делу. Сегодня Екатерина Приморская будет вам давать советы по делу. А я задаю вопрос на одну тысячу рублей. Какой же русский не любит быстрой езды? Наши социологи задали такой вопрос россиянам. Любите ли вы быструю езду? Вопрос вам, Михаил. Сколько процентов россиян говорят, что любят быструю езду? Интервал 40 пунктов. Что у нас скажет зал? Зал пока еще голосует. А вот что скажет Екатерина? Я думаю, 60-70. Сколько? 60-70. 60-70, да? Мне кажется, все говорят, что 60 пунктов. Быструю езду. 60-70. Ну, пускай будет вот так. Зал не против? Мы можем посмотреть мнение залой. Да, конечно, хочу посмотреть. И мы можем сравнить свое с мнением. Давайте посмотрим, что думает зал. Ну, так оно и получается. Примерно так. Зал все-таки считает, что больше... Вы уже успели зафиксировать даже. Я не успела договорить, а вы уже успели зафиксировать. Примерно так быстро. Да. Резко. Вот вы точно любите быструю езду. Я более чем уверена. Да. Давайте быстренько узнаем правильный ответ на вопрос, сколько процентов россиян говорят, что любят быструю езду. Что это такое? Почему оно бегает? Это на нервах играет. Конечно. Я же говорю, вам понадобится выдержка. Это 65 процентов. А, е! Я сам в деле. Я вас управляю. Следующий вопрос стоимостью 10 тысяч рублей. И вы всего лишь в четырех шагах от 10 миллионов рублей. Не забывайте, что интервал сокращается до 30 пунктов. И если вы неправильно ответите на вопрос, вы проиграете ваш выигрыш на данный момент тысячу. Вы готовы услышать следующий вопрос? Чтобы почувствовать себя Тарзаном, нужно либо пару раз танцевать стриптиз, либо пару раз прыгнуть с Тарзанки. Мы с... Вау! Это вопрос был? Вы практически Тарзан. Вы спросили у россиян, у вас хватило бы смелости прыгнуть с Тарзанки? Вопрос вам, Михаил. Сколько процентов россиян говорят, что у них хватило бы смелости прыгнуть с Тарзанки? У вас! Зал голосует пока. Михаил думает. Интервал в 30 пунктов. Екатерина, какие мысли есть? Процентов 47. У-у-у-у-у-у! И пошел. Да, мне кажется, что много должно быть. Мне необходима поддержка зала. Давайте мы узнаем мнение зала. Конечно же. 10 тысяч рублей на кону. Пик приходится на 46%. Катюш, ты согласна с этим? С пиком, да. 50, как я и говорила. Мне кажется, 50. 50. У вас интервал 30 пунктов, поэтому 50 может быть как в середине. Что же вы так быстро? Опять же. Ну что, звонок другу не разрешен. Хотя вряд ли он что-то поможет. И сейчас мы узнаем правильный ответ на вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что у них хватило бы смелости прыгнуть с Тарзанки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? 49! Да! Это 46 процентов. Я вас поздравляю. 10 тысяч рублей ваших. Вы заметили, зал ответил 46. Михаил, но на самом деле вы бьете по краям. Два процента ниже, выше, и вы могли уже проиграть. Я понял. Поэтому будьте бдительны, осторожны, потому что следующая сумма 100 тысяч рублей. Вы немножко нервничаете, поэтому сразу рычал. Ну это да, это темперамент, понимаете? Ох, какой темперамент у вас. Такой вот он, Олег Давыдов. Ну что? Итак, на кону 100 тысяч рублей. Интервал сократился до 20 пунктов. Вас это не пугает? Нет. Тогда вопрос. Человека, который не умеет кататься на роликах, узнать очень легко. У него ссадины на локтях, коленях, иногда и разбита голова. Мы спросили у россиян, умеете ли вы кататься на роликах. Вопрос вам, Михаил. Сколько процентов россиян говорят, что умеют кататься на роликах? 30. Интервал 20 пунктов. Зал пока голосует. Кажется, 30. 30, я думаю, 35. Среднее. Умеете кататься на роликах? Я плохо катаюсь. На фигурных коньках, да, на роликах плохо. Вы катались? Я нет, слава богу. То есть не умеете? Нет, не умею. Я другой предпочитаю. Футбол, охота, рыбалка. Ролики нет. Не мое. Ну что зал ответит? Нет. Сначала мы хотим, чтобы вы показали хотя бы примерно свой интервал. 35-40. Я думаю, 35-40. 40. 35 сейчас позволит услышать игроку своего помощника. В принципе, это похоже на правду, как говорит Екатерина, что где-то, наверное, 40. Ну подождите, я еще не нажал на рычаг. 20-40. Екатерина тоже думает 20-40. А. Ага. Все. А, то есть вы не так, как Екатерина думает. Да я только сейчас понял схему этих интервалов. Вот так, вот так. О, вот так. Зал. 30-50. Ну хотите вот так, ладно. Сколько процентов в России говорят? Только не фиксируйте пока. Пока не фиксируйте. Сколько процентов россиян говорят, что умеют кататься на роликах? Мы еще можем посмотреть мнение зала. Обязательно. Давайте посмотрим. Что бы я без зала делал? 44 процента. Ну, ну, не, ну хотите два добавлю? Вот так, нормально? Вы еще можете забрать 10 тысяч рублей. Нет, спасибо. На кону 100 тысяч. Если вы сделали свой выбор, то вы можете зафиксировать свой ответ. Ой, я только об этом забыл, о 100 тысячах рублей. Вот вы напомнили мне и все, я уже... Я для этого и напомнила. Вы так уверенно доверяете мнению зала? Своих друзей. И зала тоже. Зал говорит много, но уже поздно. Ответ зафиксирован. И сейчас мы узнаем правильный ответ. Ведь на кону 100 тысяч рублей. Это 31 процент. Ну, надо было на 30 остаться. У вас же была возможность довериться себе и оставить тот интервал. Все-таки прислушивайтесь почаще к себе. Спасибо большое, Михаил, за игру. Это игра. Вас поддерживают бурными аплодисментами в зал. Ваш выигрыш составил от 2000 рублей. Ну, хоть не с пустым карманом. Спасибо вам огромное за игру. До свидания. Спасибо. Спасибо. Вы смотрите шоу «Магия Десяти». И мы продолжаем. Вы смотрите «Магия Десяти». Я приглашаю в студию наших следующих двух участников. Это актеры сериала «Огонь любви» Илья Соколовский и Екатерина Соломатина. Добро пожаловать нам в студию. Добрый вечер. Добрый. Здрасте. Здравствуйте. Мы начинаем первый тур, чтобы вы быстрее дошли до 10 миллионов рублей. Первый тур – игра на выбывание. Я задаю вам вопросы. Ваша задача – дать на них ответы игрок. Чья версия будет ближе к правильному ответу, получает один балл. Кто первым набирает три балла, переходит во второй тур. Время на раздуме – 10 секунд. Тема игры – домашнее хозяйство. Мы начинаем первый тур шоу «Магия Десяти». И я озвучиваю первый вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что раз в месяц делают дома генеральную уборку? У вас 10 секунд, и время пошло. Раз в месяц делают дома генеральную уборку. Две секунды истекает время. Время истекло. Ваши ответы зафиксированы. Вы близки. А теперь посмотрим, кому из вас ближе правильный ответ. Время истекло. Куда в это? Илюшенька. Сно? Илюшенька! 1-0. Вопрос номер два. Сколько процентов россиян говорят, что у них есть дома какой-нибудь музыкальный инструмент? У вас 10 секунд, и время пошло. Ответы зафиксированы. Разница в ваших ответах 2%. Потрясающе. Я не знаю, но я опять не права наверняка. Я надеюсь, что все-таки сценарист увидит эту игру, и ваши герои вновь присоединятся. Давайте узнаем правильный ответ. Стоять. Илья! Я пойду к ней домохозяйкой, хорошо. Илья, я беру тебя. Ну, представляете, если он перейдет во второй тур, выиграет 10 миллионов, и к вам придет и работает домохозяйкой. Домохозяйка с 10 миллионами рублями. Мужчина-домохозяйка, круто, да? Да, еще и богатенькая домохозяйка. Ну, Кать, все-таки соберитесь, пожалуйста. Я объясню, в чем дело сегодня... Ну, ладно, объясняйте. Вот объясните мне, в чем дело. И мне, да, объясню. Мужчина главный. Мужчина должен выигрывать. Я, Илья, отдаю тебе свою победу. Ну, хотя, подожди, я себе чуть-чуть не отдаю. Подожди, сейчас не побороться, что такое. Тогда для борьбы вам нужны вопросы. Нужна и я, конечно же, для борьбы. Сколько процентов россиян говорят, что умеют пользоваться дрелью? У вас 10 секунд, и время пошло. Это женщина же, да, тоже, это же не разделяется как? И мужчина, и женщина, блин, опрошены. 4 секунды. А, ладно, вот так, пусть будет. Время истекло. Чуть дальше вы в этот раз друг от друга. А сейчас мы узнаем... Не, ну просто логически, смотрите, если рассуждать. Значит, ну так, грубо поделить, значит, половина мужчин, половина женщин, да? Да, но многие женщины почему бы не взять дрель в руки и что-нибудь не засверлить, например. Я умею пользоваться дрелью. Поэтому вот примерно так я разделил. Давайте мы узнаем правильный ответ. И я вас поздравляю! Я дома тренировался просто. Жестоко вы с Екатериной, что она вам сделала плохого на съемочную площадку, скажите мне. Об этом он узнает после съемок этой программы. Я играю главную злодейку в сериале. Ой, Илья, я не знаю. Ой, как хорошо, Илья, на вас сейчас отыграется. А я такого чайника, поэтому, видимо, она отыграет. Но вы все-таки должны будете поработать некоторое время Екатериной домохозяйкой. Екатерина, мы с вами не прощаемся. Вы всего лишь переходите в кресло болельщика и будете болеть за Илью и давать эмоциональные советы. Правильный ответ. Ценные советы такие именно, добрые. Спасибо вам большое. Не расстраивайтесь. Я не расстраиваюсь. Мы с Ильей переходим во второй тур шоу «Магия десяти» на первом канале. Вы смотрите шоу «Магия десяти». У нас в гостях актеры сериала «Огонь любви» Илья Соколовский и Екатерина Соломатина. Со мной остался один на один Илья. Домохозяйка. Я вас поздравляю уже. Илья домохозяйка, да, практически. Илья, скажите, пожалуйста, что обозначает цифра 98 на вашей футболке? Я так обоялся, что это страшный вопрос зададут. Это объем груди вашей. Объем груди, которой я мечтаю. Сейчас мы уже играем на деньги. Стал волнительный. Первая сумма – одна тысяча рублей. Вы готовы слушать первый вопрос? Наверное. Итак, вопрос на одну тысячу рублей. В мультфильме «Том и Джерри» коту так и не удалось поймать мышонка. И вот мы спросили у россиян, приходилось ли вам когда-нибудь ставить дома мышеловку? Вопрос вам, Илья. Сколько процентов россиян говорят, что им приходилось ставить дома мышеловку? Интервал 40 пунктов. Зрители голосуют. На кону одна тысяча рублей. Илья. Ну вот как-то вот. Мне кажется, что не так много мышей уже нонче дома у всех. Поэтому мне кажется, что... Но если 30, смотрите, то мы в них попадаем. Простите. Ну хорошо, а могут все проголосовать? Голосуют. Голосуют. А вы не хотите с Екатериной посоветоваться? Екатерина, как работник вашего дома, я хотел бы задать вам вопрос. Как вы думаете, сколько мышеловок мне и как часто нужно будет ставить в вашем доме? Я думаю, что от 6% и далее. Я понял. Хотя у меня нет мышей, слава богу. Нет мышей. Посвящаю этот ответ Екатерине. Вот 6. От 6 до 46. Я думаю, а что думают зрители? Давайте посмотрим, что думает зал. Не, ну 40, что вы, мы же не в амбаре, но... Но все же, мы же спрашивали население всей России. Пик приходится на 0% на самом деле. Но все же некоторые думают, что это от 35 до 45%. Что, может быть ответы 0? Илюша, у нас 46. Ответы 0. Может, людям не приходилось дома ставить мышеловку? Нет, ну не все, нет. Вот все, мой ответ вот такой. От 6 до 46. Вы решили так. Ну, а что, попробуем. Фиксируйте свой ответ. Ответ нефиксирован. Давайте узнаем правильный. Ответ на вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что им приходилось ставить дома мышеловку? Да ладно, да ну нет, ну нет. Фу. 44%. Это 44%. Я вас поздравляю. Вы все-таки прислушались к своей интуиции частично. И она вас не подвела. Одна тысяча рублей и ваша. Идем дальше. Идем. 10 тысяч рублей. Это стоимость следующего вопроса. Вы готовы к нему? Да, да, я, наверное, готов. Но интервал при этом сократится до 30 пунктов. А поторговаться не? Никак. Тогда давайте. Вы в четырех шагах от 10 миллионов рублей. Какое здесь может быть? Делаем второй шаг. Идем. Мы спросили у россиян. Вы сами делаете дома ремонт? Или приглашаете профессионалов? Вопрос вам. Сколько процентов россиян говорят, что сами делают дома ремонт, а не приглашают профессионалов? Интервал сократился до 30 пунктов. Сколько делают сами, да? Да. Они говорят, что сами делают дома ремонт. Они приглашают профессионалов. Сейчас, подожди, подожди. Сначала самому выбрать. Смогу, значит, надо выбрать. Сколько сами делают? Ну, что... Что скажет новый хозяин? Новый хозяин? Я думаю, от 27 процентов. Ну, я не знаю. Делают сами. А то будешь потом плохо убираться. Ну, как-то вот, я вот примерно вот так склоняюсь. Видно цифру? Да, видно. Мы опрашивали жителей всей России, не только Москвы, не только центральных городов, но и глубинок тоже. Сколько сами, да? Нет, надо повысить. И, естественно, вы понимаете, да, что если мужчины, есть изба. Что есть и нормальные мужики, которые могут сами сделать себе ремонт. Я понял. То есть не только Москва, но есть и нормальные мужики в России. Хорошо. Да и в Москве мужчины делают сами ремонт. Для чего существуют рынки со стройматериалами разнообразными? Так... Если вы хотите, мы можем еще посмотреть мнение зрителей. Да, давайте зрительным залом, потому что, может быть, я не все понимаю в родине своей, а зрители помогут. Есть у нас ответ? Это, видимо, все москвичи пришли сюда. Нет. Посмотрите, пик на 100. Да, да ладно, что 100% делают? Да, но предыдущий был пик 0. О мышеловках оказалось 44%. Ну, пусть, короче, это будет моя ошибка, но вот мне кажется, что от 40 до 70. Тогда вы можете по-мужски фиксировать свой ответ. Ответ софиксирован. Сейчас мы узнаем правильный ответ на вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что сами делают ремонт, а не приглашают профессионалов? Разбираюсь меня. Посмотрим. Накану 10 тысяч рублей. Похоже, не разбираюсь. Да что происходит? Не торопитесь с выводами. Это 65%. Все-таки разбираетесь. Молодец. Вы можете забрать эту сумму? Нет. И погибнуть нашу студию? Нет, нет. Новая хозяйка говорит, что нет. Вам нравится. Говорит, что с этой суммой не пустит даже убиральщикам. Поэтому давайте пойдем на третий шаг. Хорошо. Тогда следующая сумма уже серьезная. Сто тысяч рублей. Я задаю вопрос на сто тысяч рублей. Всем известно, что лень двигатель прогресса. Именно поэтому появились стиральная машинка, пылесос и электромясорубка. Я думал, что и посудомощная машина. Судомощная машина тоже. Но мы спросили россиян о том, пользуются ли они ручной или электрической мясорубкой. Вопрос вам, Илья. Сколько процентов россиян говорят, что пользуются до сих пор ручной мясорубкой? Интервал сократился до 20 пунктов. До 20%? Зрители нашего зала пока голосуют. Не-не, я думаю, что это... Вопрос надавался и мужчинам, и женщинам. Опять логически. Мне кажется, что если мы говорим про всю Россию, то мне кажется, еще достаточно большое количество, ну и бабушек крутящих. Поэтому, думаю, прилично должно быть. А Катя что скажет по этому поводу? Ты пользуешься еще шарманкой? Нет, ну дело в том, что уже продают, ведь фарш готовый. Поэтому очень многие люди не пользуются. Логично, правда. У вас дома есть мясорубка? Нет. А фарш? Фарш есть готовый? Фарш есть, кстати, у меня действительно есть фарш, да. Ты не помогаешь мне, ты меня запутываешь. Ну подожди, нет, я думаю, что мало, уже достаточно мало. Я думаю, не больше, чем от 6%, от 6-8%. Илюш, давай до... Я бы сделал, наверное, знаете, как-нибудь 50 на... Нет. Ну 50 же пользуется еще... Нет. Нет. Вы опрашивали всю Россию. Хотите посмотреть, что думает зал? Да, да, да. Давайте посмотрим. Сейчас опять от ноля до 100. Что, 100% пользуются ручной? Мне кажется, пульт у одного человека. Это не ты там жмешь? Жестокого какого-то человека. Сколько процентов пользуются? Илюш, ставь половину. Сколько пользуются? Сколько пользуются? Ну вот, смотрите, давайте так, пойдем не... Другой логикой. 46 на 66, мне кажется, надо остать, потому что я услышал от Кати, что она говорит 50 на 50. Ну все. Вот это меня сбило, конечно. Не обращайте внимания, послушайте себя еще раз. Мы можем все помолчать сейчас. Не-не-не, ну зачем минуту молчания по поводу моей игры? Не надо. Все, ответ... Нет, нет. Можем сделать бурю аплодисментов по поводу вашей игры. Вы решили зафиксировать, Славя. Ну а чего? Вот, 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 вот так. Ну на самом деле, просто вы, наверное, забыли, что на кону 100 тысяч рублей. Да. То вы... Зачем вы меня нервируете? Ну вот так. Я решил вот так, ну что, ну да, ну проиграю. Но у меня их же не было до этого момента, правильно? Но у вас было 10 тысяч рублей. Но у меня и тысячи не было. Давайте начнем с этого. Ты еще у меня останется, если я проиграю? Да. Давайте не будем, Бас. Она остается у меня. А просто узнаем правильный ответ на вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что пользуются ручной мясорубкой? Давайте я, короче, смотреть не буду, но... Это сейчас опять туда-сюда бегать будет. Посмотрите на меня, давайте на друга друга смотреть. Я вас буду успокаивать. Не волнуйтесь. Я надеюсь, что вы выиграете. Я за вас болею. Катя за вас болеет. Я за вас болею. И за вас выиграет. Ура! Вы выиграли 100 тысяч рублей. Я вас поздравляю, да. Вы что, не верите? Зачем нам прощаться? Вы что, уже хотите себе покинуть? Я вас тут успокаивала только что. Хотя вы можете забрать сейчас 100 тысяч рублей и покинуть нашу студию. Но вы сможете это сделать и после того, как услышите следующий вопрос. Давайте мы вопрос послушаем. У вас будет интервал в 10 пунктов. Следующая сумма 1 миллион рублей. Илюша, в конце концов. Ну, давайте так. Я сказал, что у меня 10 тысяч не было. 100 тысяч у меня тоже не было. Ну, что это такое? Ну, я сейчас возьму и уйду, что ли? Мы, может быть, еще с вами поговорим. Вы меня успокаиваете. Я вас успокаиваю. Но на самом деле, я вам могу даже... Я скажу, ты с ней правда разговариваешь? Я скажу, да, этот разговор мне стоил миллионы рублей. Давайте, играем. Давайте, играем на миллион рублей. В любом случае, я не прыгаю. Итак, вопрос на миллион рублей. Вы спросили у россиян, пользуетесь ли вы дома фильтром для воды? Вопрос вам, Илья. Вопрос на миллион рублей. Лучше меня спрашивайте тогда, что... Сколько процентов россиян говорят, что пользуются дома фильтрами для воды? Интервал 10 пунктов. Так, смотрите. Большое количество народа. Большое количество народа пользуется вот этими бутылями. Огромное количество народа, которые ни во что не верят, потому что считают, или это вода, значит, в бутылках из-под того же крана, значит, а большое количество народа не пользуется вообще ничем, пьют из-под крана, нормально. Я когда жил в общежитии института, так же пил воду и вроде вот, да? Без проблем. Красота на лице, как говорится. Я не понимаю просто, зачем я сам себя запутал и что? Давайте, к чему я это говорю. Предположите хотя бы какой интервал, вот что вы думаете, зрители пока голосуют. Какое количество, какой процент, какой процент пользуются? 10% россиян говорят, что пользуются. Это какой-то, да? Какая-то лазейка. Я думаю, что вряд ли они будут обманывать, потому что фильтр для воды это не повод для лжи. Для лжи. Это не мясорубка, да, я понимаю. Это не мясорубка. Значит, 10%, 10%. Илюшенька, думай, значит... Илюшенька, думай. Думай, думай, мальчик, думай, думай. Не грызи пальчик. Не грызи пальчик, да, и ногти пользуются. Слушайте, ну их много, мне кажется. Давайте вот как-нибудь... Я подумаю вот так. А теперь давайте, как подумают зрители. А давайте сначала, может, еще и с Катей посоветуемся. Посоветуемся, а можно я это на точку, короче, чтобы она от этого миллиона отказалась или заработала его? Поэтому давайте со зрителями сначала. Вы попали. Ну что, можем мы, да, сначала зрителей спросить? Давайте, давайте узнаем мнение зрителей. Один миллион. Шесть нулей. Ну я хоть, я не вот, увижу их хоть. Вот они все летят на меня, ну. И паркет какой-то, так. Паркет. Так еще график. Она забыли написано. От пятидесяти до шестидесяти. Слушайте, ну мне кажется, поменьше. Что-то я как-то маханул, мне кажется, правда. Потому что все-таки большое количество, я сейчас еще, я не, как я могу хозяйки Медной горы забыть. Нет, я просто сейчас пытаюсь сам как-то прийти запутать. Екатерина, вам слово. Илья, я могла ошибаться в первом туре. Я тебя прошу, забери деньги, поехали. Вы знаете, я хочу сказать, не, простите. Просто, ну мы же знаем, да, что не в деньгах счастье. Мы заработали сто тысяч рублей, пополам поделили и уехали. А, я что, могу сейчас забрать деньги? Конечно. Илюш, миллиона нам не надо. Не иметь сто друзей. Вы можете забрать деньги до того, как вы зафиксируете свой ответ. Вы можете подумать, постоять. Деньги забирай, Илюш. Но можете забрать деньги, как советует вам Екатерина и большая часть нашего зала. Здесь все же еще находятся ваши коллеги. Можете их послушать. Мы прожим деньги. Ну что, как, а? Решайтесь. Вот этот процент. Деньги, деньги, деньги. А как-то вы успокаивали меня, что-то мне говорили. Я вас хочу успокоить, что если вы заберете деньги, то сто тысяч рублей будут ваши. Если вы неправильно ответите на вопрос стоимостью 1 миллион рублей, то вы потеряете 90 тысяч рублей. Останется 10 тысяч рублей. Уже не так весело для вас, как для известного актера. Ну, а с другой стороны, ну вот я вот буду лежать сегодня на подушке и думать точно, вот точно от 40 до 50 процентов. Вот точно. Вот ты, Илья, конечно, балда. Зачем же прошлое? Взял бы миллион, пошел бы спокойно. Даже если проиграю, я, конечно. Поэтому мне кажется, что... Илья, я выгоню тебя с работы. Бери деньги. Скажите, интереснее, чем сниматься? Да, вот сейчас как-то, да, вы знаете... А с армией, по крайней мере. Гонорары интересные, вы знаете, что она... Где бы вы еще за полчаса столько заработали, да? Ну так что... Илья, ну это как казино, надо... Я как из этого, из становщего корабля. Прости меня, Катя. Нет, нет, подожди, 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 подожди. Илья зафиксировал свой ответ, Катя. Ну и что, ну и что, ну и... А мы же ему потом на съемках отомстите. Да я сейчас отомщу. Екатерина отомстит сразу после того, как узнает правильный ответ на вопрос. Сколько процентов россиян говорят, что пользуются дома фильтрами для воды? Сейчас туда-сюда будет, да? Один миллион рублей. Давайте поговорим. Сейчас я уже вас не буду успокаивать. Один миллион я уже и сама нервничаю, между прочим. Но вы склоняетесь больше к моему проценту? Или у вас есть какая-то своя точка зрения? Я уже нажал, поэтому ни на что это не влияет. Я думаю... Ну? Я уже не могу думать, я уже знаю, что это 54%. Илья, но вы герой. Ну и что, ну... Нет, ничего. Вы не расстраивайтесь. Все-таки 10 тысяч рублей у вас есть. Можно бонус? Бонус в качестве чего? Ну да, но в качестве такая красотка. Может она меня поцеловать, я не знаю. Конечно. Мой поцелуй стоит 10 миллионов рублей. Я опять в полюси. Сегодня вы их приобрели. Спасибо. Мы провожаем вас бурными аплодисментами. И будем смотреть вас на первом канале. Спасибо. В сериале «Огонь любви». Спасибо вам большое. До свидания. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Но все же мы увидимся с вами на первом канале в шоу «Магия 10». И мы узнаем, как сложится судьба в 10 миллионах рублей. С вами была я, Вера Брежнева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok